Вы наверняка слышали брифинг для прессы Башкана Гагаузии Евгении Гуцул, который она провела после визита в Россию. Если не слышали, то мы покажем те моменты, которые я хочу сегодня обсудить. Конечно, тут будет не весь брифинг целиком, а только те вопросы, которые касаются экономики. Про газ, про карты МИР и про экспорт товаров из Гагаузии в Россию. Но также я хочу оговориться, что в видео я буду говорить о том, возможно ли теоретическое исполнение таких обещаний. То есть теоретическая возможность совсем не означает, что это будет исполнено. Когда Шор обещал газ по 12, потом по 10 лей, когда они же обещали дополнительные компенсации и многое другое, тоже была теоретическая возможность на реализацию. Но вы сами знаете результат. Поэтому если я говорю, что что-то можно сделать, это не равно будет сделано. Я только пытаюсь разобраться, возможно ли вообще реализовать эти обещания. А вы пока можете авансом поставить лайк этому видео, поделиться им с друзьями, подписывайтесь на канал Нокту, если еще не сделали этого. Также подписывайтесь на мой личный YouTube-канал, он о фондовых инвестициях для граждан Молдовы. Все ссылки будут в описании. Давайте начнем с первого отрывка. Карты Мир. Спонсоры даже перечисляли деньги в бюджет Гагаузии, но эти деньги по беспределу были незаконно арестованы центральной властью. Еще раз хочу соакцентировать, что все спонсорские контракты были и есть абсолютно легальные со всеми необходимыми документами. Поэтому я обратилась к властям России с просьбой дать возможность удаленно открыть счета жителям Гагаузии, чтобы на эти счета мы могли зачислять пенсионера надбавки к пенсии, чтобы гагаузские врачи, учителя, работники полиции по таким счетам могли получить надбавки к основной заработной плате. Счета в российской платежной системе Мир. Я сначала расскажу о том, что вообще такое платежная система Мир. Во-первых, стоит сказать, что это не прямой конкурент гигантам таким, как Виза или Мастеркард. Это международные платежные системы. А Мир — это исключительно национальная российская платежная система. Как, например, национальный китайский UnionPay, или турецкая Troy, или японская JCB, или индийская RuPay и многие другие. Обычно такие внутренние механизмы расчетов работают только внутри страны или в нескольких каких-то других соседних странах или союзных странах. У карт Мир российских были большие амбиции и большие планы по международному применению. Но война и санкции быстро превратили карты Мир во внутрироссийскую систему. И до 2024 года карты Мир практически нигде не использовались. С ними работали только несколько банков в Армении, Беларуси, Казахстане, Вьетнаме, Турции, Кубии и Таджикистане. Но в феврале 2024 года в новый пакет санкций после смерти Алексея Навального был включен оператор карт Мир. И сразу после этого карты Мир перестали обслуживаться в Южной Корее, в Турции, в Армении, в Казахстане, в Таджикистане и во Вьетнаме. И, скорее всего, работать эта платежная система продолжит только в России, на Кубе, в которой, в принципе, нечего терять по поводу санкций, и, может быть, в Беларуси. Еще один важный момент по поводу карт Мир в серых зонах. Они частично присутствуют в Приднестровье, в Абхазии, в Южной Осетии. В нашем случае важнее всего именно в Приднестровье, поскольку именно там, насколько я понимаю, планируется обслуживание этих карт Мир, вот в этой схеме, которая предлагается Башканам. В Приднестровье можно обналичить деньги с карт Мир, но не в банкомате, а в кассе некоторых банков, и только в рублях, и, естественно, с комиссией. Также можно оформить виртуальную карту, с которой можно оформлять, например, покупки в российских сервисах. Даже есть промо-ролики в Приднестровье, в которых рассказывается, что жители могут купить онлайн-книги или обучение на российских сайтах. Разве вам нужны еще аргументы для оформления карты Мир? Второй важный момент. Не очень понятно, как именно будут оформлять российские карты для людей, которые не являются ни гражданами, ни резидентами РФ. Сейчас, если посмотреть на условия оформления карт Мир в российских банках, то большинство из них будет просить либо российский паспорт, либо документ, который подтверждает статус резидента России. Это такой вариант для иностранцев, которые живут и работают в России. Но так как мы говорим про пенсионеров в Молдове, то это люди, у которых большинство из них нет российского гражданства, ни статуса резидента. Поэтому такой вариант им не подходит. И, тем не менее, вариант тут тоже есть. Например, у компании U-Money, это бывшая компания Яндекса, теперь это дочерняя компания Сбера. Эта компания выпускает виртуальные карты Мир для иностранцев. Причем сделать это можно онлайн и удаленно. Такой сервис придуман для туристов, которые могут по прилету получить карту в аэропорту Шереметьево. И поэтому техническая и юридическая возможность для выпуска таких карт есть. Да и к тому же, если в России реально будет на то политическая воля, механизм и юридические нормы для таких виртуальных карт для граждан Молдовы будут придуманы очень быстро. Поэтому в теории такой механизм возможен. Но есть несколько но. Во-первых, эти карты нужно будет открывать удаленно в российских банках. И они, естественно, будут в рублях. Во-вторых, сами эти карты, которые потенциально могут появиться, они не будут работать в Молдове, как и практически во всем остальном мире. А для того, чтобы обналичить эти начисления в рублях, вам нужно будет ехать в Приднестровье и обналичивать деньги в кассах местных банков. И все это, конечно, при условии, что-то вообще будет выполнено. А не как это было со всеми предыдущими обещаниями. Теперь давайте поговорим о прямых поставках газа в Гагаузию по заниженной цене. Я обратилась к России с просьбой, чтобы мы могли получить газ напрямую от Газпрома по сниженному тарифу. Мы обсуждаем с ними размер специального тарифа для Гагаузии, как газ будет поставляться юридически и практические тонкости. Есть полное понимание и поддержка по этому вопросу. Ну, главное, что есть понимание. Правда, юридические и практические тонкости гораздо сложнее, чем кажутся. Тут ситуация еще сложнее, чем с картами МИР. Проблема, собственно, та же, что и была с предыдущим обещанием газа по 10 лей. Это будет очень сложно реализовать, просто потому, что это противоречит закону о природном газе Республики Молдова. Этот закон напрямую запрещает любую ценовую дискриминацию потребителей. Вот прямая цена из статьи 30. Независимый передающий оператор вправе предоставить услуги вертикально интегрированному газовому предприятию, если предоставление услуг не создает дискриминации пользователей системы. Услуги доступны всем пользователям системы на одинаковых условиях и не ограничивают, не искажают или не подрывают конкуренцию при производстве или поставке природного газа. Другими словами, оператор природного газа не может предоставлять одной категории потребителей цены лучше или хуже, чем для другой категории. В том числе и за счет так называемого перекрестного субсидирования, когда низкие цены для одних потребителей газа обеспечиваются более высокими ценами для других потребителей. Закон о природном газе это строго запрещает. А в предложенной схеме, когда Газпром будет отдельно для Гагаузи или для Тараклии поставлять газ дешевле, налицо и дискриминация пользователей, и подрыв конкуренции при поставке природного газа. Оператор, условный Молдова-Газ, не может сделать цену низкой только для Гагаузи, поскольку это будет дискриминацией по отношению к другим жителям из других регионов. Собственно, та же проблема была и когда обещали газ по 10 лей. Не очень понятно было, как это реализовать, не нарушая закон. Более того, есть еще один важный момент. В эфире Нокта член наблюдательного совета Молдова-Газ Серджио Тафилат рассказал о том, что по соглашению между Газпромом и Молдова-Газ российская компания может поставлять газ в Молдову через другого посредника. Но при этом цена будет такой же, как и у Молдова-Газ. Я бы порекомендовал госпоже Гуцул, первое, прочитать договор между Молдова-Газом и Газпромом, где написано, что Газпром имеет право поставлять газ и другим поставщикам в Республике Молдова, но цена будет такая же, как и у Молдова-Газа. То есть то, что заявляет госпожа Гуцул, противоречит договору с Газпромом. Это первое. На самом деле даже эти договоренности это не стопроцентная гарантия, потому что Молдова-Газ это дочерняя компания Газпрома. И если будет принято какое-то решение в Газпроме, то я думаю, что они смогут найти общий язык по внутренним каким-то соглашениям. Теперь давайте поговорим, можно ли реализовать это обещание с дешевым газом для Гагаузии. На самом деле варианты все-таки есть. Во-первых, не стоит забывать, что у них под контролем бюджет автономии. И в теории они могут утвердить какие-то компенсации или что-то в этом роде, чтобы снизить цены на газ. Конечно, бюджет сейчас исполняется с дефицитом. И возможностей для таких вот манипуляций немного. Но в теории такая возможность есть. Также какие-то компенсации могут реализовываться через описанные выше серые схемы с картами МИР или даже в конвертах, такое мы тоже видели. Ну или в крайнем случае всегда можно сказать, что злобное правительство не разрешает выполнять обещания. Ну и третий момент из брифинга. Экспорт товаров в Россию. Россия намерена открыть свой рынок для наших компаний. Прямо сейчас мы обсуждаем и прорабатываем с нашими российскими партнерами конкретные цифры льгот по акцизу, пошлинам и так далее. Пока могу сказать, что гагаузские экспортеры, скорее всего, получат очень серьезные преимущества по сравнению с другими регионами Молдовы. На самом деле, доля экспорта в России со стороны компаний из Гагаузии, она очень небольшая. Всего 8%, если ориентироваться на итоги социально-экономического развития Гагаузии за 2022 год. Это документ, который составляется управлением экономического развития Гагаузии. На самом деле, компании из Гагаузии вдвое больше экспортировали товаров в Украину, втрое больше в Турцию и в 5 раз больше в страны ЕС. В основном в Румынию. Более того, если вы посмотрите на последний довоенный год, 2021, то увидите, что ситуация была примерно той же. Даже когда не было никаких проблем с логистикой товаров в Россию. А сейчас эти проблемы есть. Для экспорта товаров в России недостаточно просто договориться о льготах. Гораздо важнее, чтобы с учетом сложной логистики через европейские страны, товары все равно оставались конкурентоспособными. У меня об этом есть подробное видео, опубликованное на канале Нокта. Ссылку на это видео по структуре экспорта из Гагаузии мы оставим в описании к видео. Доля экспорта в Россию сократилась не после войны, а еще до этого. После нескольких подряд эмбарго для молдавских товаров, которые были введены по политическим причинам. Об этом можно говорить уверенно, потому что товары из Молдовы экспортируются более чем в 100 стран. И ни у кого не возникало вопросов по качеству или по безопасности наших товаров. А сейчас речь опять идет о каких-то неформальных политических договоренностях, которые могут быть отменены по тем же политическим соображениям. Всегда в экономике лучше полагаться на рыночные механизмы, а не на политические. Поэтому даже хорошо, что экспорт из Молдовы и Гагаузии теперь распределяется равномернее по разным странам. Если подытожить, то все три инициативы в теории могут быть реализованы. Не без сложностей, с большими оговорками, но кое-какие варианты везде есть. Другой вопрос, что с большей вероятностью все это так и останется просто политической риторикой, как это уже было много раз в прошлом. Если у вас есть еще вопросы или комментарии по обещаниям Башкана Евгению Гусу, вы можете оставить их в комментариях. Я постараюсь ответить на все вопросы. Еще раз призываю вас поставить лайк этому видео, чтобы YouTube рекомендовал его другим пользователям. И спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok